В этом году, буквально в сентябре, мы проходили горнило очень серьезного испытания. Это так называемая инцидионная проверка. На самом деле, это даже три проверки волную были. Это апелляционные нормативы, проверка законодательств. Это сложнейшая процедура. Мы первых транспортных университетов через нее проходили. И, в принципе, результаты работы с экспертами, с главой Роша Курнацора и с председателями комиссии, которые смотрели филиалы. Это время досмотрелись филиалы в Уфе и в Урзаевке. Это была проверка непосредственно на месте. Ну, и, соответственно, камерально о любом кого рассмотрелись. То есть только по документам. В общем, оценка нашей лабораторной базы со стороны экспертов, руководителей комиссии признана высокой. Но я-то не обращаюсь в эту часть. Я понимаю, что они просто проверяют классические политехнические университеты. И технические университеты там. Классические университеты, они просто никогда не... Я на права хозяина площадки передаю слово Сергею Валентиновичу. И, соответственно, Сергей Валентинович, прошу вас про паузу. Спасибо. Уважаемый Андрей Григориевич, уважаемые участники сегодняшнего технического совета. Конечно, очень важно сегодня взаимодействие во всех аспектах, во всем направлениям. Дороги университета. Понимая то, что университет сегодня обладает такой широкой географией, даже по дорогам взять подготовки специалистов, все-таки, конечно, находясь на территории Григориевской дороги, естественно, соответствующее внимание нашей дороге должно быть несколько выше, нежели других дорог. И, конечно, те преобразования, которые произошли сегодня, на сегодняшний день, а начались они еще и практически, там, начиная с 90-х, особенно, 2000-х годы, они во многом измерии наши, так сказать, уже установившиеся было, значит, те взаимодействия, которые были, прежде всего, это связано, когда были в одном министерстве, путей сообщений и подхода. И сегодня, кстати, вспоминая, вот есть это, это какое-то, но в истории не бывает составляет на неделю. Понимание того, что сегодня университет является действительно той базой, базой основной подготовки специалистов и кадров для дороги, оно предназначение, как было, есть, так и остается. Значит, нам нужно уже, так сказать, пройти тот период, когда договорили учиться, работать там в новых условиях и еще что-то в этом роде, а сегодня нужно уже просто-напросто выстраивать свои взаимоотношения с четким пониманием, значит, ответственности, взаимной ответственности. На всех стали пультовым обучение студентов и понимание их, кто... ...с точки зрения развития нашего персонала, наших студентов и основной точки соприкосновения Турбышской железной дороги, региональной дирекции и, соответственно, университетского комплекса. Перед началом своего выступления я бы хотел все-таки сказать, вот та подоблека, то, что у нас сегодня состоялся, вот этот осмотр корпусов, кафедр, имеет действительно серьезные основания под собой, потому что компания, понимая действительно проблему в целом высшего образования нашего, приняла сегодня такое решение, что, по крайней мере, вот на сегодняшний день по пяти ведущим специальностям нашим через инвестиционные программы центральной дирекции все-таки попытаться произвести оснащение вот наших ведущих кафедр, наших ведущих направлений. ...безопасности, но я помню, что годы подключения на базе библиотек все-таки мы можем, наверное, найти совместных. Ну и, соответственно, это разработка комплексной программы оснащения материально-технической операторной базы ведущих кафедр университета. Спасибо за внимание. Спасибо за доклад. Сергей Федорович, как вопросы будем или забыть? Есть какие-то вопросы к докладчику? Все понятно, да? Вот тогда спасибо. Александр Викторович, Максим Алексеевич Гаранин, проектор «Помощи для работы». К вам слово. В системе образования в России в настоящее время идут масштабные перемены. Прошло внедрение образовательных стандартов третьего поколения, так называемых компетентно-ориентированных образовательных стандартов. И мы с вами знаем, что незагорабельно ждут образовательные стандарты четвертого поколения. Развитие системы образования в России сегодня подвести широким развертыванием инновационных процессов, ориентированных на достижение нового качества образования. В числе основных составляющих качества образования выступает качество самих образовательных программ. И приоритетность качества образовательных программ выделяется тем, что от него напрямую зависят результаты нашей образовательной деятельности. Следующий слайд, пожалуйста. В своем послании к Федеральному собранию 3 декабря текущего года президент Российской Федерации уделил внимание важности и значимости профессионального образования. В частности, было отмечено, что для хорошего образования недостаточно только комфортных зданий. Нужна профессиональная, мотивированная работа подавателя и прорывные новые обучающие технологии. Разрешите представить основные вопросы, требующие совместного решения. Разрешите, я не буду зачистывать, они отражены в проекте решения, так называемом протоколе. Транспортные вузы сейчас играют особую роль в модернизации отрасли. Высшая школа не только готовит будущих специалистов, но и вносит немалую вклад в совершенствование корпоративной науки. Одним из условий развития отрасли является ее способность внедрять собственные научные исследования и инновации. А для этого нам необходимо совершенствовать материально-техническую базу. В настоящее время высшие школы переживают реформирование, внедряются много образовательных стандартов, ужесточаются лицензионные и аккаунтационные требования. Но с какими бы сложностями мы не сталкивались отраслевое образование, решить все проблемы можно будет только в том случае, если мы будем действовать вместе. Мой докладок очень готов ответить на ваши вопросы. Спасибо, Валерий Алексеевич. Вопросы есть? Прикладчик. Да, пожалуйста. Микрофон. Спасибо. Первый заместитель начальника дороги, ДКН-13, корпоративный консенсор, прокомпендральный, Александр. Валерий Алексеевич, вопрос такой. Вы разобрали сводоанализ и к нему корректирующие меры и рассмотрели только один из вариантов. Сейчас скажу, в чем вопрос. Там есть нервный опор о том, что увеличить его, и за счет этого корректирующий меры сработает. Поверю сразу, нервный опор не будет. Если мы это выбираем, какой у вас из вариантов есть следующий? Это первый вопрос. Второе. Готовы ли вы к тому, что на следующий год компания Российской железной дороги увеличила направление средств на этот вопрос в два раза? И это достигает цифра полумиллиарда. Но все на открытый конкурс. Вы готовы к открытому конкурсу выиграть мир и не опор в следующем году? Такой вопрос. Спасибо за вопрос. Поясню, почему данный вопрос был отмечен в числе рисков и угроз. В настоящий момент действующая система оценки эффективности деятельности высших учебных заведений, реализуемой Министерством образования и науки, в качестве одного из критериев оценивания эффективности работы вуза, а фактически происходит оценка, эффективен ли вуз или неэффективен вуз, выступает как раз доля НИР, доля НИМОКРА, которая реализуется университетом. Причем, если для головного вуза это еще как-то было бы справедливо, то точно такие же требования предъявляются и к филиалу. И если головной вуз еще имеет это значение, показатель какой-то, то в данном случае на филиале это представляется сложно достаточно реализовать. Поэтому этот показатель в любом случае его необходимо выполнять, поскольку каждый год у нас оценивают этот показатель, и поэтому показатели Министерства образования и науки судят о том, эффективен ли этот университет или нет. Если касается конкурса открытого, то мы готовы, более того, в этом году мы участвовали в таких конкурсах, правда не все конкурсы выиграли, но сейчас мы выполняем как раз работу, по-моему, по Новоризанскому. Ну да, это раз в ней, правильно. Спасибо за ответ. Я добавлю, министр, значит, поговорит Максим Алексеевич и сайт из таком мониторинг, который проводит деятельность вузов, из всех железнодорожных университетов, их 9. Только у нас показатель Нировский находится либо в красной зоне, либо близко очень к красной. Мы вот-вот торгнем по контролению. А вот то, что мы первыми прошли, это, собственно говоря, из-за того, что мы 4 из 7 показателей в мониторинге 2014 года чуть-чуть были ниже контроления, чуть-чуть. Мы через такие испытания вынуждены в университетом пройти, это очень тяжело. Поэтому то, что Максим Алексеевич отмечает, это вот и директора филиала здесь присутствует, их тоже касается. Наука должна быть. Ищите где хотите, если не РЖД, то свет видом, в конце концов, не сошелся. Есть фонды, есть гранты, есть региональщики, другие сферы. Вопрос необходимо решать. Это может быть даже сейчас не в дороге, а больше вот в эту сторону. Теперь небольшое дополнение по качеству объектов. Вообще у нас есть еще один риск, о котором Максим Алексеевич заходил и сказал. Общий тренд – это разделение процессов обучения и итогов аттестации. Все, кто связан с повышением квалификации, уже, наверное, заметили. Появляются различные оборота компании, ну, что-то говоря, дикие рога и копыта, которые занимаются аттестацией в разных областях. У нас пока еще сохранено право проводить аттестацию. Вот в этом году мы идем на беспрецедентный шаг. У нас начальник дороги, Сергей Валентинович, будет возглавлять государственную аттестационную комиссию. Это сделано намеренно для того, чтобы подчеркнуть, что у нас не просто так, между собой человек собрались, там, раздали ребятам дипломы, у нас внешняя ручка на защите. Вообще, общая позиция в маяках ректора такая, что в ГЭКах на защите не должно быть ППСК, а вообще не должно быть. Но сегодня явка представителей дороги на ГЭК такова, что мы просто диплом не сможем давать, если мы не изменим отношение к этому вопросу. Поэтому я здесь ставлю сейчас вопрос, пользуясь случаем, чтобы понимали, если мы хотим сохранить систему выдачи аттестации, итоговую аттестацию, это даже государственная функция, даже она может быть отобрана университетистой, и в этот момент тоже я хотел бы, чтобы в протокол пошло положение необходимости увеличения представителей университетов в ГАКе, не университетов, а представителей главного генерального заказчика в ГАКе, и другие дороги надо приглашать активнее. И хотел бы, чтобы понимание, просто у руководителей было важность этого процесса. Что касается технику, аналогичная картина, на мощной качестве должны сидеть в ГАКах. Картина, когда мы, допустим, проводим, изучаем, кто там поступил на первый курс, и с техникума, с какой-то специальности, с техникума на все специальности и дорожные, но от поступивших. Понятно, там ребят забирают в армию, но это, в принципе, никуда не годится. То есть мы внутри университетского комплекса не имеем нормальных лифтов. Вот сегодня мы обсуждали, и не раз во время обхода, и потом, собственно говоря, в фуарах, что самые лучшие студенты, и вот пример Мерехова о том же говорит, что самые-то лучшие студенты, получается, из ребят, которые хорошо, подчеркиваю, хорошо учились техникум, и практически сразу пришли в институт, получили нормальную теоретическую базу, все это накладывается на практическую подготовку в процессе обучения, и мы получаем на выходе готового специалиста, которого можно будет двигать по которым ступенькам. Все достигается. Подчеркиваю, сегодня вот этот мостик надо нас строить, поэтому кафедры не у себя в ГЭКах принимаем своих дипломников, а идем в техникумы, разъезжаемся по техникум, проводим агитации, ищем звездочек, ищем звездочек, и объясняем ребятам, у которых есть реальные перспективы, что на работу, естественно, производства, она не убежит, но важно, но у вас есть шанс. Мы тоже сегодня об этом говорим, Сергей Викторович. То есть, подчеркиваю, парень, у тебя есть перспектива, и с родителями можно поговорить, не сразу толкать. И родители потерпят, если понимают, что у них на самом деле танантливый ребенок, надо помочь ему, вот этот лист социальный, его запускать надо. Вот я бы хотел, чтобы это новые вещи, о которых я говорю, но к ним идет, и мы должны вот эти вот вызовы времени тоже обновить, чувствовать и свое время на них реагировать. Спасибо. Спасибо. Отпишите, наверное, докладчик из Кребова, да? Спасибо. Уважаемый Сергей Викторович, уважаемый Петербург Янович, уважаемые коллеги, я расскажу доклад по вашему рекомендации, Сергей Викторович. Значит, на регионе перестанут два филиала университета, это Пензинский техникум уже дорожного транспорта и филиал университета в городе Самара. Но в двух словах о характеристике Пензинского техникума это старейшее предприятие на сети из 135 лет в этом году мы отмечали. За всю историю выпустили 39 тысяч специалистов. которые проанализируют возможность взаимодействия учебных заведений и предприятий в развитии интерактивной базы в оборудовании базы института и техникума. Такое взаимодействие в тех или иных случаях имеется, но надо продать имусь и делом. Спасибо за внимание. Спасибо. Есть вопрос к докладчику? Это Игорь Негода. Игорь Негода. Игорь Негода. Игорь Негода. Игорь Негода. Вам главное дать указать, чтобы все-таки дать приоритет по повышению квалификации, по обучению персонала, направлять, я не говорю, к честным центрам. Честный центр, само собой, не остается на параллельном знаме, я имею в виду другие вузы, которые не профильные для железной дороги. Пожалуйста, если бы все это делали перенаправленные средства в наш университет, это было бы только хорошо, и это был бы как раз ответ и на те угрозы, о которых сейчас только говорю про Копенко здесь, и дополнительные деньги, которые могли бы вузу помочь, и мы в качестве бы существенно. Игорь Негодович, приглашен. Все. Спасибо. Игорь Негода, спасибо. Много интересных инициатив выключал. Поэтому вот за темы, как было сказано, есть некоторые вопросы к сосредоточению, как, может быть, потом в дальнейшем у кого будут выступать, еще расскажутся по способу решения этих проблем. Ну и были просто инициативы, которые, я считаю, необходимы в своем самом начале принимать. Но давайте все-таки регламента придерживаться. У нас компания, президент, значит, дает три минуты любому руководителю, любого равна, на то, чтобы уложиться, доложить по работе в свои отрасли, и пять минут, если задерживаются какие-то вопросы. Все. И у нас четко это все выдерживается. Так, пожалуйста, переходим ко второму вопросу. Спасибо, Игорь Негода. Второй вопрос. Разръезды выпускников, выпускающих карты самовы с дирекциями и службами, а планы совместной работы. Ну и вот сейчас вот тупо редко, так сказать, пойдем по специальности. Первый с организаторов, с движенцев, Роман Валенович, пожалуйста. Пожалуйста. Начнем я техника, пожалуйста. Я думаю, никто не выключает. Еще раз добрый день. Пожалуйста, мне поставьте слайд четвертого. Осуществляет обучение на факультете эксплуатации железных дорог, по специальностям эксплуатации железных дорог, менеджмент, техносферная безопасность. Это транспортная безопасность, которой мы готовим специалисты, довольно-таки высокого уровня. У нас есть и работники, не имеющие степень, работники, имеющие степень по базовому направлению и производственники. Я не буду говорить дальше о том, о чем вы говорили, с дирекцией движения, с ДЦФТО и с ревизорским аппаратом. Все это было кафедрой, встречались. Ставлю возможность Дмитрия Викторовича выступить. Все, у меня все. Спасибо. Дмитрий Викторович, прошу вас. Четвертый слайд. Уважаемый Сергей Валентинович, уважаемый Дмитрий Валерианович, члены технико-технологического совета Дороги ученого совета университета. Одним из элементов эффективного обучения является производственная практика. Подразделение дирекции производственной практики ежегодно организуется для студентов 2-3-4 курса университета, а также ульяновского университета и технико-технологического транспорта. Хочу остановиться на проблемных вопросах, возникающих при прохождении производственной практики. В идеале дирекции, как заказчик, должна получать специалиста, который в максимально жаркий срок пройдет адаптацию и стажировку на рабочем месте, на котором попал по воспределению. Для этого производственная практика студент-целевик, а в последующем и преддипломной практике, должен проходить на предприятие, от которого ему выдано целевое направление. Так он сможет лучше оладить науки на получаемой профессии, ознакомиться с технологией работы станции, на которой пойдет работать. Вот такие предложения. Спасибо. Спасибо, Владимир Викторович. Нет вопросов? Нет. Так, тогда заведующий газ по локомотиву Палакин Андреевич Юрьевич, пожалуйста. Спасибо. Так, уважаемые коллеги, тягородно-движной состав в нашем университете представлен в момент характеристики локомотива и электричества транспорта, которые проводят комплекс на работу в следующем пока. С такими крупными компаниями, как УАО, РЖД, Рецидеринцы Тяги, Региональные Представители, Транспаш Холдинга, Компания РВП Технологии, есть у нас взаимодействие с транспортными ремонами, но пока плохо налажено взаимодействие с транспортными машинами или с СТМ-сервисом, и, я думаю, его надо будет подтягивать до нашего уровня. Итак, работа проводится по нескольким направлениям. Следующий слайд. Есть у нас учебная составляющая, есть научная составляющая, есть совместное использование и оборудование лабораторной базы и последнее создание виртуальных лабораторных работ и как результат виртуальных производствах. Соответственно, формирование тематики для выполнения диссеркационных исследований, ну и на наш взгляд, все это лучше перечисленное позволит повысить качество подготовки будущих специалистов для дороги. Спасибо за внимание. Спасибо, Андрей Иванович. Вопросы есть? Прошу зайти в место в зале. Георгий Иванович, прошу, что вам нужно. Уважаемый Сергей Иванович, я постараюсь сократить разворот свой кафедрой альтернативы, кафедра электрический транспорт является ведущими кафедрами, студенты которых после окончания самкурса приходят работать в реакцию тяги. За три года кафедрой альтернативы электрический транспорт получили 233 специалисты, из них 33 выпускника обучались по целевому направлению. Мы также обсудили вопросы, я как бы извинил желание прийти к комментариенту в пятом вопросе, рассказать эти тонкости, проблемы, все наши взаимодействия, как мы взаимодействуем, какие претензии предъявляем и так далее. Спасибо за внимание. Спасибо. Вопросы есть? Пожалуйста. Уважаемый Георгий Анатольевич, у нас в марте этого года закончился договор с вашей дирекцией и Уфимским техникум железнодорожного транспорта. В течение по мастерским, который находится в Уфе, в мотивной мастерской ТАМАК, в цех Уфа. В течение года идет переписка. Вначале она была с Фикулиным, и я с вами разговаривал. Вам уже направили три письма, но почему-то ни ответа, ни решения никакого нет. С 59-го года эти мастерские находятся и пользуются ими уфимский техникум железнодорожного транспорта, и мы хотели бы продолжать эту работу. Дело в том, что у нас есть проект, который выполнен и прошел экспертизу, но федеральная целевая программа отодвинулась дальше. И когда будет решение ее, пока неизвестно. Поэтому хотел бы знать, какое будет решение или пролонгирование, или перезаключение договора, но хоть как-то, потому что без этих мастерских техникум он, наверное, пока не сможет работать. Здесь надо подробно надеяться, что с вами надо. После совещания обсудим этот вопрос. Вы обозначили вам не отвечу. Ну, я вот Сергей Валентинович, я просто... Я просто... Спасибо. Больше нет вопросов? Давайте, Максим Валентинович, пусть он, Георгий Валентинович. Так, слово... По обучению. Смотри, говорить, что я прошу на сцену. Прошу сразу после совещания, потому что мы с каждым выступающим минуту добавляем к основанию графика. Уважаемые товарищи, учитывая наше отставание от регламента на 25 минут, а также то, что после меня достаточно подробно будет выступать главный инженер дирекции связи Старшон, значит, я не буду показывать слабее, никакие остановлюсь на некоторых вопросах. Значит, очень приятная тема нашего сегодняшнего заседания. Я работаю в данном УЗИ со дня его основания. Значит, много было различных совещаний, много было реформирований высшего образования, не всегда в положительной области. И, наконец-то, решили вспомнить кое-что то хорошее, что было в советской системе образования. Я имею в виду вопрос о базовых каретах, о сетевой подготовке специалистов. То, что люди со стажем помнят прекрасно филиада каретного производства. Мы через это все проходили. Значит, в мае месяце 2016 года каретный автоматик, телемеханика и связь исполняется 40 лет. И все эти 40 лет мы тесно сотрудничали со службой тогда еще СССР и связи в УЗИ. Теперь у нас два стола. Значит, те предложения, которые мы даем в проект решения, они в проект включены. Я могу только сказать, что часть из них мы уже вернемся. Все, спасибо. Спасибо. Спасибо большое, что занять место в зале. Максим Владимирович. Простите. Добрый день, Сергей Владимирович, Дмитрий Блиянович, участники технического совета. Руководство Самарской дирекции, по факту второго совета, уделяет особое внимание персоналу, который в основном проходит подготовку для принятия Самарской дирекции связи на скрепленные капельные автоматики телемеханики. И нам очень важно в настоящий момент, в период сложной экономической ситуации, получать именно подготовленных специалистов, молодых, которые обладают необходимыми знаниями, умением и международной компетентностью. И в рамках реализации стратегии осуществляется взаимодействие с руководством капельного автоматики телемеханики. И в рамках реализации стратегии осуществляется взаимодействие с руководством капельного автоматики. Кроме подготовки выпускников по этой специальности, мы, соответственно, также готовим и этих же выпускников, и по рабочей профессии. И в сегодняшний день у нас две рабочие профессии, освоенные, и делается подготовка. И с нового года, то есть уже со следующего семестра, будет вестись подготовка по новому управлению, это рекомендационно-экосководных линий, то есть третья рабочая профессия. Также проходит курс повышения квалификации для работы по железной дороге. И по качеству, скажем так, со стороны образовательного процесса, скажем, по образовательному процессу практически нет. То есть минимум наборов, он есть. Да, в лаборатории он существует и по цельному процессу, и по контактной сети. Оснащение лаборатории включает в себя, соответственно, и макеты, и образцы действующего оборудования, когда вы применяете в настоящее время на железной дороге. Ну и, соответственно, кроме, еще разный момент, кроме подготовки лабораторной, вас требуется еще и соответствующее повышение того уровня преподавательского состава. Это стажировки, о которых, в принципе, уже говорили, и привлечение в качестве преподавания ведущих специалистов по железной дороге. То есть заслуживание. К сожалению, на сегодняшний день те специалисты, которые у нас привлекаются, могут работать только с зарочниками. Потому что в рабочие дни их привлечение практически невозможно. Ну, единичный случай для качественной лекции телевикам, допустим, есть. Постоянно получается, что работники могут участвовать в учебном процессе доходных дней. То есть, когда мы занимаемся только у студентов зарочной дороги. Спасибо. Спасибо. Ну, вот, в начале, да, то, если какую-то систему мы хотим включить, нужна какая-то система на уровне, да, координация на уровне Александра Николаевича, по крайней мере. Хорошо, спасибо. Есть ли какие-то вопросы, Владимир Владимирович? Нет, тогда прошу, ну, Андрей. Инженер, вы перевязывайте, пожалуйста. Вот, и по-моему, каким надо энергетиков выбирать на работу? Чтобы без лейтера, работали на контактах. Да-да-да, это вы же на контактах. Меньше, 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 меньше. Добрый день. Добрый день, уважаемые участники совещания. Конечно, как и всем отраслям отрасли, я в хозяйстве нужны профессионалы, нацеленные на устоянные совершенствования, по обречению и решению национальных деятельностей, четкие, видящие... У меня все. Спасибо за внимание. Я готов ответить на вас. Спасибо. Ну, сегодня мы видели во время отхода, что полигон, конечно, у нас устал, и полигон требует у нас кардинальное обновление, поэтому предложения, которые вы озвучали, они очень своевременные, и то, что сложно прорабатывать, это дорого стоит. Если у нас получится то, что вы говорите, то на самом деле у нас здесь можно даже разыграть, ну, я так скажу, первую некоторую карту, потому что кафедра находится в изолированном, да, изогревана от всех других, в пассиматической полосе отвода стоит. А дороги, то есть это и выглядит, в принципе, как базовая кафедра, уже изначально. Поэтому, мне кажется, здесь можно создать как-то и визитную карточку, даже сделать и дороги в каком-то смысле. А вот что касается высокой стороны, допустим, вот этих, это, конечно, удовольствие очень дорогое, я понимаю, но если мы будем собирать из устройств, которые уже где-то, там, присутствуют выработали и уходят по замене, то, я думаю, тоже задача вполне будет решена, да. Потому что электрощит, я так понимаю, даст нам по оснастку каркас, надо продумать, чтобы не было избыточного дорожания проекта, да, все-таки деньги-то мы должны считать, и если мы сильно захочем красиво сделать, вряд ли электрощит потянет, поэтому где-то разводы и промысл здесь нужно находить. Да, все правильно. Спасибо. Ну, то, что мы видим эту проблему, и совместно ее решаем, это дорогой у вас появится. Спасибо. Я думаю, что очень важно сегодня наше совещание, вот именно в плане инициации, что, скорее, эти процессы. Ладно, прошу слово корпоратива Владимира. Здесь? Вакунинки здесь? Одним за всех. Да. Владимир Анатольевич за всех, да? Да, давайте. Для регламента это даже лучше, да. Я, Павел Миссарион Тенчев, хочу отметить, что доклады представляют, а тем почему, потому что действительно тема, она брала взаимодействие с кафедрой непосредственно ворудованного хозяйства. Крюшку я поставлюсь. Значит, в соответствии с требованиями Министерства образования Российской Федерации и с учетом современных задач, поставленных передового РЖД, нами совместно с кафедрой рассмотрены и выделены основные направления в развитии взаимодействия службы ворудованного хозяйства и кафедры ворудово. И, как мы видим, на выводе мы должны получить кисок саппетитированные сранисты, в которых впоследствии должны быть сранистами ворудованного хозяйства. Такое становление начинается еще на ранней стадии обучения. До этого, я не буду статистикой всех загружать, 3-4 слайда покажите, это целевики, которые были выпущены, подустроены, что подставать на этих карьерный рост. В этих материях, которые ранее обучили, там с миллионными затратами, но определенные затраты имеют место быть, и поэтому я со своей стороны, как бы со службы ворудованного хозяйства, мы готовы помочь, но нужно, я считаю, в автокомнести еще порядок, как внести в бюджет строку, порядок передачи, как материальной ценности, так и выделения финансовых, для того, чтобы приобрести, ну что-то, допустим, сейчас стоит вопрос по компрессору, который можно спокойно приобрести, и как бы передать здесь буду. Это следующий слайд. Подокналы у меня уже, спасибо за внимание. Спасибо. Есть какие-то вопросы? За меня. Нет, не спасибо. А обучающую программу, тут ли это право обладателей этих обучающих программ? Мы как обучим программу? Это же должно быть лицензионное соглашение какое-то. Нет, у нас, я отвечу на этот вопрос, у нас есть лицензионная программа, которая установлена, которая не имеет права до копирования, и также есть программа, которая обучающая, они практически созданы на этой же базе, нашими людьми, которые мы можем спокойно передавать, которые относятся изменения, и соответствующие вопросы можно там забивать с ответами. То есть все это есть. Также есть видеофильмы, которые мы тоже готовы передать, это без проблем. Спасибо. То есть есть программа излечения, которые можно свободно распространить безумно, поэтому мы сами с тем не можем. Спасибо. Так, не больше нет? Ну, тогда прошу занятия, не сползай. Ну, и время путейцев, да? Пожалуйста, прошу. Митя Куришлович? Ну, давайте. Прошу тоже коротко и посуществую. Буквально три минуты. Добрый день, уважаемые жилинные советы. Для экранного времени я остановлюсь исключительно на развитии лабораторной базы Самкурс. Слайд, а не на трампе. В первую очередь, слова благодарности хочу выразить службу пути к Увышенной дирекции инфраструктуры за тестами сотрудничества, взаимодействия и дирекцией по ремонту пути. А в рамках дальнейшего сотрудничества и развития материально-технической базы кафедры пути-дреста и железной дороги предполагается разработка, внедрение в учебный процесс первая стенд промежуточной рельсовоскрепления. То есть в настоящий момент кафедры не располагают всеми образцами промежуточных рельсовоскреплений современных, которые используются на отечественных дорогах, ну и соответствующие им подрельсовые оборы. Далее, стенд рельсовой дефектоскопии. Самый острый вопрос университету крайне необходимо современная ультразвуковая дефектоскопная тележка. Далее предполагается модернизация полигона, в том числе стенда, не боюсь слова, эксклюзивного у нас, по для всех кафедр, ну в частности для кафедр мосты и так далее. У меня все, спасибо за внимание. Пожалуйста, вопросы Петровича Солочева. Нет вопроса? Прошу задеть место в поле. Так, с начальника с группы Сергея Велихов, они уже не говорили, не от на экране, да? Пожалуйста. И все они, и собственно служба, ежедневно подпитываются кадрами, творящими на стенах нашего университета. Это не только специалисты профильных кафедр, а также экономисты, механики, котровики и так далее. Значит, с профильным кафедром в другом пути связывают долгие депрессионные сотрудничества. У нас до сих пор проводятся в Университете еще первые. Университет, в Университете так и сможем здесь проводить свои практические занятия. Но у нас остается непрекленность, это пенсийский технику. Здесь, я думаю, тоже в 2015 году создадим какой-то перегон в будущем. Значит, Куйбургская дорога, единственная дорога, на которой в 2015 году опытный эксплуатарств был вложен перегон пяти видов скреплений, перегон правого к Октябрьск. Там даже немецкие скрепления у нас уложены. Это пять кривых в 20-20 километрах в швихах. Значит, поэтому это тоже как бы преподаватели нашего вуза смогли без первых опытной эксплуатации увидеть, проводить такие данные. не то, что лабораторные исследования, я думаю, даже какие-то наружные розыки здесь сделаны. Значит, еще одно из предложений, это, конечно же, относится к нам, это прохождение студентов практики, здесь я однозначно говорилось. Мы прекрасно понимаем, что придя студент на практику, он должен пройти и понять не только предприятие, но и ту специальность, куда он пришел. На какую он пришел специальность? Необходимо дать возможность студентам проходить практику не только, значит, на рабочую специальность, на мантерку, ты, значит, нужно в течение практики, конечно же, менять, на сигналист, на контролера, на ремонтный ГИСО. В конечном результате должен пойти в технический отдел для работки материала, для технического работы. Поэтому мы тоже для себя берем заметку и данную программу по практике с нашей стороны, что студент, который придет и будет от нас работать, мы будем его направлять в таком направлении. Также сейчас тенденция, мы все понимаем, это создание дистанции, дистанции подчетки инфраструктурного комплекса, такие дистанции уже созданы, поэтому здесь университет уже необходимо двигаться в этом направлении, создавая уже какие-то универсальные специальности для инфраструктурного комплекса. Ну, если кратко, спасибо. Спасибо. Вопросы есть на докладчику? Хорошо. Значит, у нас сейчас было выступление по протоколу, если вопросы у тебя докладчику, все на этом фаза вторая закончена, по рекламе у нас предусмотрено выступление участника с администрации. Тогда, пожалуйста. я так сместно, потому что у нас немножко не продумано, даже записок нет, но вообще ситуация не очень привычная. Значит, уважаемые коллеги, что хотел сказать? К сожалению, на мой взгляд, мы не все раскрыли, что собирались сегодня раскрыть, но еще и потому, потому что я хочу обратить внимание тоже. Наши руководители, к сожалению, подготовились не очень, я считаю, достойно. Хотя больше месяца все все знали, но еще вчера даже докладов не было предварительно, с ними надо было ознакомиться все. Почему вопросов не возникает? Докладов не видели, что конкретно обсуждать? Нет, у меня такое ощущение, что если мы так закончим, то как бы не получилось, как не будет выросла целая концепция или программа по взаимодействию вуза и дороги орудит, ну извините, кафедра, дирекция или это еще лучше служба? Причем мы же видим, что выступающиеся говорят, какой механизм, а как мы будем заниматься? Ну через музей точно, например, нельзя ничего передать, потому что в музее весь ВХЦ числится. Тогда есть все стрелочные переводы, значит, и все остальное в ВХЦ попадут. Так что я думаю, такой механизм не будет. Поэтому изначально вот по ведению совещания сегодняшнего я хочу сказать следующее. Все-таки вопросы взаимодействия и оснащенности будущих базовых каферов должны быть дополнительно проработаны, материалы даже направить. Я, конечно, понимаю, что вуз это с одной стороны, что он сам освоил, согласовал, обязательно службу технической политики мы потом отдельно будем, наверное, рассматривать вместе с аппаратом кадров, через заканер будем работать в этом направлении. Оттуда у нас основная пошла задача с целью определения потребностей и выработки механизмов. Потому что вот если коротко оценить, то я могу сказать, что лучшее слайд, который мы увидели, ну, я не буду дирекцией связи называть, там, наверное, тоже неплохо, это все и у вагоника, но лучше всего это продемонстрировано на базе энергетика. Фактически мы увидели цельный полигон, я бы даже сказал, не столько полигон, а практически инженерный центр по энергетике. Потому что здание, в котором находится факультет, кафедра, рядом полигон, ну, и подполагается создание практически на миме ягод подстанции, давно не удержался, даже прокомментировал, но это надо фактически делать смету серьезную и понимать, что сейчас уже есть, чего нет, и что будет устроить, теми силами. То есть это совсем непростой вопрос. Ну и иначе все останется. Значит, это вот, что касается по ведению, поэтому просьба доработать все свои доклады, направить, как я уже говорил, с одной стороны, ученому совету университета и нам через службу НТП все, докладов нет до сих пор, так понимаю, правильно? Появились у нас кое-какие. Но мне бы чего-то не принесли, у него вот два доклада, моего материала. Наверное, это было утром, когда мы уже уехали суда, да? Поэтому вот с этой стороны обидно, что не удалось, хотя бы проводили даже два совещания в подготовке техсоветов и к ученому совету объединенного. Что еще хотел сказать? вчера было действительно было серьезное совещание, оно называется научно-технический совет. И не столько даже по тяжеловесному движению, поскольку они каждый год проводятся, а по воздействию тяжеловесного движения на инфраструктуру железной дороги. То есть выступали специалисты хозяйств пути, энергетики, те, кто занимается диагностикой. Ну и через 4,5 часа после его начала выступил бывший пациент с озоном, через он весь диагностический комплекс обзлавляет. Я бы так сказал, карточный домик рассыпался, потому что мы собирались свозить 9000 тонн, хотя на некоторых дорожках уже их и водят, у нас пока нет. Наши дороги тоже готовы в полигоне нарисованы, сумасшедшие деньги должны быть потрачены. Хотя с этим словом сейчас в разделье уже, наверное, на постоянные условия с учеткой проводим дополнительные работы. Рассыпался, почему уже был приведен ряд контраргументов по тому, как будет взаимодействовать с такими лесами инфраструктура, на которые оказалось, что в течение даже дня полностью ответить не смогли. И в этой связи Политовин Станович Ипанович несколько раз обращался к ВУЗам, а не все присутствовали. на этом НТСе правда все вузы по-разному. Сказал по этому поводу, что у нас два человека, я на Венуральской, в Екатеринбурге, 14 сидел от университета человек. То есть все кафедры. Значит, в Ростове, там, на НТО тоже достаточно много было специалистов, и в том числе доклады по каким-либо, оттуда. Так вот, Политовин Станович Ипанович сказал, что наука отстает, и решений не дает на эту тему. Поэтому сначала, горячая была, даже, затребованная, и все равно бы предоставлять, чем вы там вообще студентов учите, чему вы там учите. Дайте мне сюда темы курсовых, темы дипломов, а что там делать аспирантуры? То есть дайте мне темы кандидатских, и даже докторских. Я хочу посмотреть, а вообще вузы хотят с нами работать или нет? Вот такой был вопрос интересный. Ну и безусловно, надо сказать, что изначально нам действительно дали прорабатывать темы подвиженцев, но это не означает, что нельзя заниматься в реме темах. Пожалуйста, сдадуй. Надо просто определяться. Вот тут у нас Александр Александрович сказал, что никакого НЕОКРа не будет. Это же шутка была. Надо же понимать. Он же не распоряжается НЕОКРом. Но это означает совсем другого, что вуз в этом году никаких заявок не продал, ни в каких конкурсах не участвовал. 467 миллионов рублей, утвердил президент вот на днях по НЕОКРу, это практически в два раза увеличена программа, и еще там написано решение, что по некоторым проблемным аспектам вице-президентам поручено доработать и увеличить финансирование. То есть она выросла значительно. И там примерно 30-40% тем написано прямой конкурс. То есть сейчас еще можно все это изучить, подъявляем, позаниматься и все-таки потенциалом нужно подключить к этому вопросу. Мы должны там участвовать, потому что иначе собор вообще останется на стороне науки железнодорожной в этом направлении. Ну и что касается оснащения кафедры, я бы хотел сказать следующее. Значит, мы тут много говорили, в том числе про информационные системы. Ну, например, в докладе по кафедре локомотивные у нас Андрей Юрьевич сказал, что надо бы касанты, касанты сюда завести и все остальное. Ну, с одной стороны, кэшник можно завести. Вы знали, как и сами железнодорожники терпеть не могут эти касанты и касанты, потому что это что за программа, они фиксируют нарушения технические, технологические. Естественно, мы на основе анализа параметров должны понимать, как они влияют на перевозочный процесс, в смысле потерь качество работы. Мы же здесь студентов, считаем, но все-таки учить профессии непосредственно. Так что на ошибках на этих они еще научатся. И самое главное будут очень серьезные, конечно, проблемы, потому что эти продукты просто так без систем безопасности к вам будет не подключить. Это очень сложный процесс. Точно так же, как погибли Урал. Ну и что касается лицензионных продуктов. лицензионных как правило убавятся, они не передаются. А все, что сказали вагоники, намещали эти самопальные продукты передать, то, по-моему, у вас Министерство образования не разрешает пользоваться несомненно-ссифицированными и несомненно-сифицированными продуктами сами, поэтому это достаточно сложно. Значит, то и с одной стороны мне показалось, что у нас еще есть такой перекос, что мы же не больше говорили о рабочих профессиях. Конечно, мы все нужны, но мы должны понимать, что главная цель вуза все-таки инженера. Поэтому, когда Евгений Михайлович говорит, что мы должны соревноваться с нашими учебными центром, это не совсем правильно, поскольку цель в чем-то центрах разготовить рабочие профессии, а вузы все-таки это для вас как вспомогательная деятельность и процесс, через который молодой специалист в будущем должен просто пройти, но не сама цель. Если мы в это ударимся, то когда будем заниматься инженерами и наукой. А вот наукой как раз мы и занимаемся. Поэтому, первое, что мы наступление, все-таки мы дорабатываем нормальные документы по нашему общему совещанию. Второе, я предлагаю на отдельном совещании настроить программу ИТР, чтобы поучаствовать, в ней поучаствовать, чтобы указать, что все-таки сама и наука есть, и она будет заниматься. И той программой принята, и отдельно тяжеловесное движение, поскольку этот вопрос вчера был очень просто обозначен. Не о всех. Вопросы есть? Спасибо. Вопросы есть какие-то, Александр Ватторович? Вополнение? Нет? желающие кто-то есть? Ну, все, когда подводим подведение итогов, ну, я, наверное, как ректор выступлю вначале, Сергей Валентинович поставит в своем выступлении точку над сегодняшним нашим ручьим днем. Значит, ну, в своем выступлении первое, хотел бы, что отметить, такого уровня события и вообще мероприятия, которые мы сегодня проводим, цель его все-таки основная это определение стратегических направлений и развитие, подчеркиваю, стратегических. То есть мы сегодня не должны были тонуть в частности, в частностях, и мне кажется, эта цель достигнута. Между тем, некоторые проблемы мы сегодня отметили, и документы, результативующие, он должен четко прописать директивы, в которых мы будем двигаться дальше. Это очень важное событие, поэтому я считаю, что оно сегодня удалось. Я проехал сам вместе с начальником дороги, поверьте, я не один раз бывал в каждом разделении, но как сегодня Доброэнергей Викторчиков договорился, что по элементам все есть в лабораториях, но все вместе увидеть можно только на полигоне. Вот я сегодня, по сути дела, посмотрел университет под глазами новыми, то есть мы проехали практически все железнодорожные специальности, лабораторные базы, посмотрели, а то же самое где пусто, где пусто, где что нужно работать. Это было очень важно, я получил как ректор новое знание. Теперь о некоторых замечаниях, которые прозвучали университетических, я хотел бы тоже остановиться. Ну, первое, насчет того, что перекос где-то прозвучал в плане рабочей специальности очень много внимания. Это ответ на самом деле на застарелые проблемы, это недостаточность практической подготовки в уничных условиях, адаптации при входе в компанию. И наверное последние 5-6 лет мы вузы активно работаем. И в принципе мы достигли вообще небывалого доуза результата сегодня. Я не говорю только за САГУС, это в принципе за все же дорожное транспортное образование. Посмотрите, все сыновики имеют рабочую специальность. Вот сегодня и волю повода можно, ну, есть понятно, есть потребность, его можно ставить. Он прошел обучение, это очень важный момент. То есть мы со своей стороны что могут теоретики? Теоретики накачали его, в том числе и теми теоретическими навыками и в какой-то мере мы дали уже ему и навыки тоже. Не надо забывать, у нас есть в системе СПО, а это очень институт рабочие специальности. Наша интеграция СПО дает университету возможность на очень приличном уровне готовить рабочие специальности. То есть мы в принципе тем самым экономим ресурсы компании. То есть, собственно говоря, человек подходит более подготовлен. Это достижение. Не надо упрекать в том, что мы эту работу излишне лорицы. С теоретической подготовкой никогда не проблем в высшей школе. Потому что теоретиков здесь хватает. По определению курсы это теоретики. Поэтому если говорить о развитии теории, то здесь как раз очень больное место это наука. И мы все-таки за науку во время наших продвижения очень много подходили, говорили и так далее. Дело в том, что умные люди, которые работают в университете, часть из них, незначительная подчеркивая часть, умеют генерировать новое знание. Это самое ценное, что вообще вы способны выдавать университеты. Мы сегодня, когда были в 9-м корпусе, я говорил, что библиотека патентов университета крупнейшая среди транспортных университетов мощнее, чем библиотека Минита, например. То есть у нас больше. Но вопрос коммерциализации, запуска в процент, то, что, допустим, президент ставит задачи страны, инновационную экономику создавать, у нас в этом приходили к проблемам. И нельзя требовать, допустим, чтобы мы делали именно конструкторские работы. У нас просто нет для этого ни базы. Ее можно создать, на самом деле. Давайте деньги, как говорится, а кто-то выделяйте деньги, создадим, сделаем, и будет великолепно работать. Можно сделать Ленбогу на базе университета. Самое главное есть люди. Но не это цель. Мы не должны забывать, что наша цель подготовить выпускникать. Поэтому наука, недостатки сегодня в том, что не хватает науки и коснеют преподавателей, даже постоянно решая научные проблемы, они даже сами развиваются. Тем новые знания трансферуют нашим ребятам. Вот проблема. Поэтому, когда я сегодня реплику делал насчет того, что мы вот вернем под красную линию, у нас самая маленькая наука, на слайде, который приводил Шиханов, 8 миллионов показано из примерно миллиард 300 8 миллионов денег, которые ЖД выделяет на науку. Это вот четвертого был слайд по Белозирову. Мои проектора все имеют материалы. Я раздал, можно посмотреть это открытая информация, передам этот материал. Вот. Видно, что мы очень плохо работаем. И скажем так, упрек надо разделить на самом деле, который Александр Анатольевич сказал. Почему нет? Вот говорит, что с 3 года звучит, что мы не подавали заявки. На самом деле вот тоже проходили, тот же Андрей Юрьевич Балакин подошел из-за рука, дергал и рассказывал, что заявка подана. Другое дело, почему их нет в Москве? Более того, у нас есть целая служба. Я в принципе могу представить отчеты, где четко будет видно объем заявок, который подавит. Другое дело, что нет Мукапановича наверху, вопрос, на каком этапе они были отсеяны. Что мы отсеяли на этапе допустим служб профильных, что отсеяли на уровне НТП, что отсеяли профильные уже в главных управлениях отсеяли. Результат гора родила мыши. В этом констатация фактов. И нам соответственно мы не сможем качественно улучшить показатели без поддержки дороги. Не на словах, а на теле. А это очень важно. Потому что в конце концов это пахнет опять этой самой как называлась ЛЗК, да? Лицензирование, законность, качество обучения, проверка, вот то, что мы проходили осенью. Поверьте, это колгофа такая, для каждого университета это потрясение. Кришел сегодня мне звонил, Толиатинский университет, зашли, там два моих эксперта работают. Аж школа трясется. ТГУ. То есть для грузов это, поверьте, это очень серьезное испытание. Так что это на самом деле не пластой звук, это, конечно, все нужно делать. Вообще надо перестать голову может быть это пепло посыпать. У нас классная на самом деле система. То, что мы сегодня имеем, это высокий уровень, это надо признать. Другое дело, что мы не следы, мы видим недостатки, и эти недостатки мы должны вместе устранять, работать, ну, как говорится, расширять, углублять, как штамп, да, расширить, углубить нужно. Поэтому, может быть, в протоколе недостаточно конкретных имен исполнительных, конкретных шнуков исполнения тех или иных вещей, это надо добавить, я считаю. Но, в целом, цель, главная, которая оставилась перед этим мероприятием, достигнута. Шероховатости, кто не работает, тот не делает ошибок, надо признавать. Кстати говоря, о развитии системы обучения, очень был в разговоре Белозирова очень интересный факт, когда ему там сказали, что, а вот в Сапсане, например, девочки из Кюанды, которые ходят, почему-то вдруг действующие обучающиеся авиационного техникума. Была не моя сцена, поверьте. Это к вопросу о том, что сейчас 175 проводников, да, из Сангуса работает летом, а вообще-то были годы, когда ехали 500, и когда кто-то из больших там, ну, людей увидит, что у нас там авиационный техникум, там он тоже, собственно, два квартала здесь расположен, увидит учащихся авиационного техникума, допустим, тех же жигулях и в качестве проводников, поверьте, это будет, конечно, не здорово. Поэтому нужно искать, и когда мы говорим, допустим, о том же обучении, вот смотрите, фотографии, вы все видите, слева за паровозом наклонный панкос. Вот сегодня, когда заходили, 3-6 миллиона панкос стоит в 9-й корпус. А мы же говорим, как? У нас нет коллег, у нас нет мобильных групп, однако право ведения образовательной деятельности, знания, знания должно соответствовать. есть с ним общественные здания, есть раздел, учебные заведения, размер окон, уровень инсоляции, закругление ступеней, череда горных проемов, пути эвакуации и так далее. Поверьте, те здания, которыми располагает дорога, единицы из них будут соответствовать с ним. Вот это здание, где мы сейчас находимся, можете пройти, допустим, в туалет, зайти в первый этаж и посмотреть. Туалеты для маломобильных групп. Здесь нет ни одного маломобильного человека, однако право ведения образовательной деятельности в стране у нашей, чтобы иметь право, нужно иметь аттестацию. И сегодня, поверьте, надзорные органы еще закрывают глаза, потому что понятно, что у нас старая инфраструктура у всех. Если жестко посмотреть с точки зрения закона современного, то надо закрывать все учебные заведения, эта страна позволить себе не может. Однако, вот в этом году, я и на лифте сакцентировал внимание, почему ли запустели в девятом корпусе? Потому что подъем должен быть, а там ведь у нас экономика, да? А на экономике нет ограничений по маломобильным группам. Поэтому и пандус появляется, и там лифт появляется, и туалеты будем отъемлищики будут ломать, расширяться, никуда не денемся. Либо нас закроют, либо мы придем в соответствии. Поэтому, когда сегодня возник вопрос о базовой кафедре, допустим, на полигоне энергетиков, мы это приведем. Как раз мы государственные деньги, то, что нам дается финансирование, мы подготовим базу, самое сложное, то, что сделать, мы возьмем наседливо. Но уж с оборудованием, вы, заказчики, в конце концов, вы приобретаете персонал, который будет работать на компанию, вам ставит на языке требований, чему он, что он должен знать и уметь, да? Ну и помогаете, потому что видели, сколько стоит, я сегодня цифр приводил, два вот этих красивых тренажера, диаграмму видели. 21 миллион долежит, миллион восемьсот, там 22,800 потрачено на оборудование, миллион восемьсот все прочее, два вот этих вот тренажера в техникуме и здесь там площадки, это наше, причем, если 17 миллионов не бюджет, то, допустим, техникуму 4,800, да, Василий Андреевич? Сколько? 4,5 миллиона это кровных небюджетных денег. О том, что мы там, допустим, живуем, мы зарабатываем на этом неплохо, вы видите сами, вот зал, например, мы 25 января 13 года перерезали ленточку, приняли его, вкладываться, видите что? Вот оборудование поместили 9 миллионов, лучше зву в городе, а на сцену, допустим, там, на шлоры нормальные, на машиневые сцены, на дизайн-зал, на декориментарные, то есть на самом деле университет не живует, мы очень рачительно каждую копейку используем, вот даже повышение квалификации. В этом году, допустим, стоит задача по президентской программе 1.31 должна быть зарплата по БС в УЗИ по итогам года, 1.31 в среднем по региону, вот, из всех вот наших филиалов, они вот только УФА выполняют, у них 1.4 с опережением графика идет УФА, а все остальные, вот если мы сейчас подводили, все деньги сложили в стоточку, да, 1.25, то есть, собственно говоря, о чем он так говорит, это говорит о том, что санкции ждать, опять же предстоит, невыполнение, сами представили, что такое путинские указы сейчас, невыполнение, поэтому для нас вот как, это не просто, допустим, возможность, грубо говоря, жировать, да, это сохранение контингента, это вообще возможность, право ведения возможности образовательной деятельности, вот, поэтому, я, может быть, это эмоционально говорю, но чтобы тоже понимали, что здесь, как бы, вот так, как оно есть, у всех тущие времена, да, то есть, вот так, как говорят сейчас, вот лишних денег нет, ну, поэтому, я тоже предлагаю, смотри, содержание ведь центров, смотрите, допустим, дорожных центров обучения, а вы прикиньте, вот, допустим, все это сделать, то, что сегодня по требованиям, во сколько это выльется, еще подумает, на уровне компаний, и, там, президент сегодня, поверьте, задумывается, что-то из провести ревизию, на каких-то учебных центрах предстоит отказаться, вы увидите, это то, что я говорю, вы на языке, там, распоряжений, да, которые, вакцинируем общество писем, там, рекомендации вы получите в течение двух года, это вот то, что четвертого прозвучало у Олега Валентиновича по встрече, 21 сегодня, вот, примерно так, в общем, спасибо всем участникам, все готовились, все волновались, все работали, я итогами сегодняшнего заседания в том, вентиляторе, спасибо. Спасибо, Валентинович, я уверен, давайте завершать работу, значит, несомненно, важен сегодня разговор, и я что предлагаю, в решении, торопиться, наверное, не будем, я не буду там, не будем, вентиляторе ставить, какие-то сейчас, там, цели на этой неделе, врусси, я думаю, достаточно, до 20-го, где-то поработать, до 20-го, то воскресенье, 21-го максимум, вот, до 21-го, родить нам совместный документ. Что в этом документе, на мой взгляд, должно быть отражено? Первое, мы говорим сегодня о программе 2016-2020 года, так вот, я хочу, чтобы была выделена на ней на 16-й годах и в целом, конечно, дальше 17-20-й годах, но за 16-й год должна быть соответствующая расставлена ответственность, и ответственная руководитель, причастник, как и от самого суда, так и от железной дороги. В ней должно быть, на мой взгляд, в программе, где должна быть выделена общая составляющая, это взаимодействие непосредственно железной дороги в целом, Александр Иванович. И, значит, отдельно, вот уже когда просматривали вторую часть вопросов взаимодействия, значит, отдельно уже по службам дирекциям. Сегодня каждый руководитель должен еще, помимо общей целенаправлой нашей политики корпоративной в области развития кадров обучения, значит, еще увидеть непосредственно свое по наполнению. Что мне хотелось еще, мы сказать, мы сегодня проходили, задавали вопросы ребятам, конечно, не могли ответить, это вот, мы не трехи, естественно, них вина, и чья вот эта вот наша, прежде всего, вина, именно руководитель дороги, нужно сегодня наполнять материалы или какие-то именно по структуре формирования сегодня, значит, железной дороги в целом полный чтобы они представляли, увидели себя, какого они, допустим, бизнес-блоги, кто входит в этот бизнес-блог, понимание большого взаимодействия каких-то непосредственных внутри бизнес-блога, на внешнем уровне, это очень важно. Даже вот такие моменты, как внедрение в мядества, кто мешает, кто Александр? Да никто, а мы сегодня вот идеи этого не увидели. Более того, неплохо бы сделать, не знаю, через это, какие-то, может быть, даже посмотреть, как сегодня было предложено, Евгений Михайлович, по-моему, там вот PR-акции, да, нам предлагалось, вот те, которые целенькие, как-то выйдет. А что бы нам, на 16-й год, понапишем эту программу, и вот посмотреть, какие-то условия сделать, какие-то, пару-тройку конкурсов, чтобы, значит, определить лучшую программу, значит, но условиями, критерий, уже отвечающих, значит, сегодняшним днем, через, значит, решневое производство, систему, организацию, понимание, чтобы у них уже в детях это все развивать, через, значит, другие, какие-то сегодняшние вот инструменты, которые используются в различных направлениях, там, аудиты, там, и так далее, что у них уже, вот уже на битвах сидят. Собственно говоря, даже вот в разложении порядка, в ту же самую годовую мы сегодня кафедру будем зашли, да, вот тебе, пожалуйста, не надо благодарять хотя бы уже 5 лет, а потом развивать уже ребяту это мышление. Так, ну, вот, в общем-то, наверное, так вот в целом не буду повторяться. Те предложения, которые должны быть в докладах, они должны, значит, влечь в решение, там, где, если возникнут еще какие-то, значит, обсуждения, значит, до 21-го числа необходимо, если обсудить по любому уровню рабочих опытов и так далее, вот для меня и мы, безусловно, сейчас обсудим, вот, для того, чтобы принять согласовное решение. И, значит, наверное, должны быть какие-то еще у нас веки, для этого должна быть создана в рабочих группах по контролю за исполнением. И, наверное, там уж не в таком, может быть, большом форуме раз в годы, может быть, меньшим раз в год, мы должны быть брать там в месяц декабря, в три-два, подводить соответствующие тусы. И вот было бы, наверное, неплохо у нас, когда мы внедряем какие-то проекты на предприятие, то есть такая форма «Былослав». То есть, вот фотография, как было, и вот внедрили, как там, и там даже то же самое, «Скайперу, успех, как «Былославиец», как стал. Вот давайте, вот мы сегодня как рассказал Дмитрий Валерьянович, показали, как есть, и это правильно. Нравится нам, не нравится нам, так и есть у всех. Вот теперь давайте напишем, как на наш взгляд должно быть, что должно получиться в 2016 году, что дальше, и вот бы этим было, стало, наверное, потом и определять две ситуации идут лучше или хуже, а лучше дирекции и службы, соответственно, Александр Валерьевич. Я всегда готов за это вас почтить, именно почтить в плане для студентов, для университета. Вот на этом все. Спасибо за участие. Всего доброго. Удачи. Спасибо.